Для того, чтобы не пересолить блюдо, нужна большая практика и наработанное кулинарное мастерство. Сегодня поговорим о правилах употребления соли, а также расскажем, что делать, если вы переборщили с количеством этого пищевого продукта. В основном солят в конце приготовления. Это объясняется тем, что в этом случае соль впитывается равномерно. Солят вначале только в случаях, если готовится отварная рыба или предстоит варка мучных изделий, например, макарон или пельменей. Начинка для пирожков солится в два раза сильнее, учитывая, что какая-то часть соли перейдет в тесто. Чтобы посолить овощи, потребуется больше соли, чем для мяса, но меньше, чем для рыбы. При этом помните, пересоленные овощи исправить фактически невозможно. Если же случился пересол, проблему можно решить несколькими способами. Пересоленное блюдо из мяса и рыбы, а также слишком соленый соус, поможет спасти использование кислого продукта. Лимонные кислоты, уксуса или горчицы. Однако будьте осторожны, добавляйте по капле, чтобы совсем не испортить вкус. Добавьте сладкое. Сахар, мед, а также сладкие овощи, например, морковь, помогут убрать лишнюю соль в соусах или супе. Как и кислые продукты, сладкие также стоит добавлять понемногу. Сливки, сметана или авокадо прекрасно сбалансируют пересоленный вкус супа или соуса, сделав его мягче. Некоторые продукты обладают полезными абсорбирующими свойствами, то есть способны впитывать излишки соли. К ним можно отнести картофель, макаронные изделия, свежую зелень. Наиболее простым вариантом исправления пересоленного супа считается добавление в него риса. Для этого заверните зерна в марлевую ткань и опустите в первое блюдо. Крупа вберет излишки соли. На сегодня это все. Удачи в домашних делах!